Невельская 8 Совсем скоро жители смогут смотреть качественное отечественное и зарубежное кино В резиденции Кота Ласкова открылась выставка в стиле 90-х Котлашан приглашают окунуться в удивительную атмосферу ярких 90-х А также увидеть кукол тех лет из коллекции дизайнера Натальи Зотовой Почти год на Невельской 8 нет газа Голубое топливо отключил Котлас Газсервис И требует, чтобы собственники перенесли трубы из коридоров малосемейки на фасад здания По словам газовиков, таковы сегодня требования закона Жители и рады бы его исполнить Но по примерным подсчетам капитальный ремонт системы газоснабжения Обойдется им в 4 с лишним миллиона рублей То есть каждой квартире придется отдать по 40 с лишним тысяч Накануне в актовом зале администрации Жители дома и газовики в очередной раз попытались договориться Эмоций было много Но компромиссное решение, которое устроило бы все стороны, так и не нашли Более сотни жителей Невельской 8 собрались обсудить с газовиками наболевшую проблему Уже почти год в их доме нет голубого топлива И хотя обходиться без него люди уже научились Живут они теперь как на пороховой бочке Нагрузка на электросети выросла в разы А главная опасность Некоторые жильцы начали подключать газовые баллоны в своих квартирах Где-то первое время это выключили, когда газа-то не было Говорили, что кто-то баллоны где-то искали еще, да, ходили? Да, пожарники искали, кто-то ставил Пользуемся плитками в основном Проводка тоже плохая На нее надеяться тоже нельзя Мало ли что Вот так пока и живем В ММС Возгорания у вас были из-за того, что... Ну, было однажды, да, вызывали электрика А началась эта история в 2017 году При проведении экспертизы внутридомового газового оборудования Выяснилось, что газопровод на Невельской-8 Пролегает на путях эвакуации Что запрещено законом По словам представителя Котласгазсервиса На устранение нарушений у жителей было около года Однако из коридоров на фасад здания Трубы так и не были вынесены И 19 января 2019 года Газ в доме перекрыли По действующему законодательству Не допускается прокладка газопроводов И установка включающих устройств На путях эвакуации Поэтому наше было требование необходимости выносов По сути, люди стали заложниками обстоятельств Более 30 лет назад Дом сдали с газовыми трубами в коридорах И тогда никто не знал, что закон поменяется Ему, конечно, нужно следовать Однако цена закона послушности Озвученная Котласгазсервисом Непомерна для пенсионеров И рядовых бюджетников Которые в основном проживают в доме 145 тысяч рублей стоимость проекта Порядка 2,5 миллионов Предварительная стоимость работ И эта сумма не окончательная А также вопрос здесь В соответствии с действующим законодательством Был рассмотрен Момент такой, что необходимо ставить контроль За газованностью Это порядка на сегодняшний день 2 миллионов рублей И дополнительно необходимо Поставить счетчики во всех квартирах Это тоже требование действующего законодательства Если ставить во всех квартирах Это порядка 500 тысяч рублей Таким образом, по предварительным подсчетам За то, чтобы в доме появился газ Каждой квартире придется заплатить Около 40 тысяч рублей Объясните, откуда вытекают Такие все вот эти суммы Почему раньше переписки Не упоминалась установка Сигнализаторов за газованностью Почему вы навязываете установку По квартирных приборах учета И последнее Почему в других-то домах Вы не устанавливаете сигнализатор За газованностью Не меняете трубы по стоякам Хотя в городе есть дома Которым больше 30 лет Или опять у нас получается Как Гневшев на первом собрании Сказал, что это будет наш дом пилотный После отключения в доме газа Председатель дома и юрист Управляющей компании Обращались к десятке инстанций От Роспотребнадзора до Минстроя России По их мнению цена газового вопроса Может быть в разы меньше Если обойтись не капитальным А текущим ремонтом И не выносить трубы А поменять краны на существующих И с этой позиции Согласны в областном министерстве энергетики Фонде капитальных ремонтов Государственной жилищной инспекции Кстати, последнее еще в августе Направляло в Котлас газсервис Предписание о том, что подачу газа Необходимо восстановить Но это предписание было оспорено В арбитражном суде На сторону специализированной организации Встали городской и областной суды В которые обращались жители И сегодня это главный козырь компании В противостоянии с собственниками Невельской 8 Позиция Котлас газсервиса Она подтверждена решением суда Значит, если вы хотите, чтобы в доме был газ Значит, необходимо проводить Капитальный ремонт системы газоснабжения Но судя по протестному настроению людей Платить астрономические суммы За то, чтобы в доме появился газ Они не готовы По мнению большинства Выгоднее будет отремонтировать электрические сети Ведь, как показала их личная практика На электроплитках можно тоже отлично готовить При этом без особой переплаты за свет В ближайшее время управляющая компания Намерена обратиться к электрикам За расчетами стоимости этих работ И уже потом собственники Двумя третьими голосов Должны будут принять окончательное решение Кстати, жители дома Для проведения капитального ремонта Газового оборудования Могли бы использовать средства Которые копятся на спецсчете дома Но на нем всего 750 тысяч рублей А нужно около 5 миллионов Аналогичные проблемы, похоже, Скоро ждут и жители Невельской 8Б И Кедрова 11-я Там тоже истекает срок службы газового оборудования А значит, обязательно будет назначена экспертиза Которая наверняка выявит те же нарушения Наличие газопроводов на эвакуационных путях К другим темам Уже в эти выходные в Лименском и Вычегодском ДК Состоится торжественное открытие кинозалов А сегодня в учреждениях заканчивается монтаж аппаратуры Юлия Лобанова продолжит Оборудование устанавливают представители Специализированной компании из Твери Они же в течение трех ближайших дней Будут заниматься настройкой и пусконаладкой аппаратуры От известной российской компании MD Technology Фильмы будут демонстрироваться в формате Dolby Digital Как в лучших кинотеатрах страны Цифровой кинопроцессор, цифровой сам проектор Высокого разрешения с большой яркостью Система 3D, то есть будет полноценная 3D Ну, в принципе, будет все, чтобы оставить у зрителей Хорошее впечатление и о просмотре фильма И просто вот нахождении приятным Средства на создание семи кинозалов Архангельской области В том числе в Котласе выделил Российский фонд кино Цена вопроса 34 миллиона рублей Около 4 миллионов досталось Селиминскому ДК И почти 5 ДК поселка Вочегодский Такая программа поддержки материально-технической базы Провинциальных домов культуры Появилась у фонда кино в 2015 году Причиной ее запуска стал низкий уровень доступности кино В различных уголках России Согласно данным экспертов 40% населения нашей страны Не имело доступа к современным цифровым кинотеатрам За 4 года при поддержке этой программы Открыто 789 кинозалов В 79 регионах России Их посетили более 16 миллионов зрителей Создано свыше 180 тысяч новых зрительных мест Кстати, современные комфортные кресла Появились и в Вычегодском ДК На данный момент у нас получается в Вычегодске поменены кресла Аппаратура установлена Которая будет поддерживать как 2D, так и 3D формат По кинопрокату у нас было Ну, мы должны 50% это отечественное кино И 50% это зарубежного кино То есть все новинки у нас будут Все кинофильмы, которые будут демонстрироваться Они будут демонстрироваться в основном С цифрового медиасервера, который там стоит То есть это современное устройство Все фильмы достаточно много объема занимают Хранятся на специальных хранилищах, защищенных на жестких дисках Все закачивается через интернет То есть, ну, в принципе, там участие оператора вообще никакого не требуется Что касается ценовой политики, она более чем лояльная Стоимость билетов будет варьироваться в пределах от 150 до 200 рублей Это значит, что культпоход в кино станет доступен большему количеству котловских семей Цену мы не будем сильно заламывать у нас Но это не нацелено Нацелено на то, чтобы кино у нас развивалось Так что и планируются интересные проекты и акции Так что приходите, поддерживайте наш кинозал Открытие кинозала в Ичигодском ДК запланировано в пятницу 20 декабря в 18.00 В Лименде кинотеатр запустят в субботу 21 декабря в 7 часов вечера Сразу после церемонии зажжения огней на елке перед Лименским ДК Кстати, во время запуска кинозалов зрители смогут увидеть трейлеры фильмов Которые можно будет посмотреть в ближайшее время Так что обязательно приходите В теплице седьмой школы завершился капитальный ремонт крыши Силами учреждения он продолжался два года Рассказывает Елена Нелаева Теплица на базе школы номер 7 функционирует с момента открытия образовательного учреждения А это почти 27 лет Понятно, что за это время крыша и фундамент прохудились И нуждались в капитальном ремонте Он начался два года назад И продвигался по мере поступления средств А совсем недавно был закончен Фундамент отремонтировали А стеклянную крышу заменили на пластиковую Сегодня педагог Татьяна Калининская Каждый день принимает здесь по нескольку классов Для проведения внеурочных занятий, кружков И просто с удовольствием рассказывает секреты зеленого уголка маленьким почемучкам Занятия по программе «Зеленый дом» для начальной школы И у нас еще есть элективные курсы для пятых-восьмых классов Там мы реализуем две программы Это у нас «Мир вокруг нас» и «Мы за здоровый образ жизни» Где мы раскрываем с ребятами, как влияет человек на окружающую среду И как окружающая среда влияет на здоровье человека На этих уроках очень интересно Мы играем, допустим, первую часть играем с животными А вторую часть ухаживаем за растениями На занятия дети бегут с радостью и горящими глазами Ведь здесь их ждет Татьяна Витальевна Она всегда старается сделать урок в теплице не только познавательным Но и запоминающимся для ребят, не похожим на остальные Ученики четвертого класса седьмой школы с первых школьных дней полюбили это место И теперь знают здесь каждый уголок Здесь интересно Здесь можно представить, как будто ты на отдыхе Сегодня Татьяна Калининская приготовила для ребят очередной сюрприз Опыт с луковицами По итогам которого школьники сделают вывод О влиянии тепла, света, влаги, воздуха И питательных веществ на рост и развитие растения Ребятам очень нравится опытническая работа Мы через неделю это все измеряем, записываем И когда через месяц мы видим результаты Они, конечно, во-первых, очень гордятся, что они это сделали И у них получилось И во-вторых, действительно, они видят на практике Как влияют вот эти все факторы Нам запомнилось, что можно посадить луковицы И убрать влагу, тепло, питательные вещества, воздух Мы думаем, что, может, некоторые луковицы и не прорастут, а некоторые вырастут Но не только лук растет в зеленом уголке седьмой школы Весной ребята высаживают здесь рассаду, которую продают местным жителям-огородникам А на вырученные средства школа приобретает корм для животных, семена и необходимый инвентарь Также здесь можно встретить и экзотические растения, которые уже приносят плоды Например, ананас Растет он у нас уже пять лет И вот в этом году он у нас решил нас порадовать своим небольшим плодом А так у нас еще несколько лет росли лимоны Сорт Павловский, мы снимали лимоны Я еще буду сюда приходить, пока не закончу школу Потому что мне тут очень нравится И мне нравится общаться с Татьяной Витальевной Она очень добрая и очень хороший педагог Уроки в теплице седьмой школы прекрасно дополняют школьную программу И развивают кругозор и трудовое воспитание детей И об этом красноречиво говорит то, с каким усердием школьники постигают новые для себя науки 22 и 29 декабря в здании Духовно-просветительского центра Который расположен на территории Свято-Стефановского храма Распахнет свои двери благотворительная рождественская ярмарка Подари радость на Рождество Ее цель – помочь одиноким людям, дома престарелых, многодетным семьям и семьям с особенными детьми Сегодня более 50 семей нуждаются в нашей помощи Поучаствовать в благотворительной ярмарке может каждый Например, сделать какую-нибудь поделку, сувенир, написать картину, связать или шить игрушку Или любую другую интересную вещь Можно что-то испечь или принести продукты длительного хранения Крупы, макароны, растительное масло, чай, сахар, конфеты, шоколад или консервы Можно даже пожертвовать какую-то сумму на благое дело Поделки и пожертвования будут принимать на первом этаже воскресной школы с 14 декабря Кроме того, 17, 19, 20, 24, 25 и 26 декабря Добровольческая группа «Милосердие» будет ждать неравнодушных котлашан с тележками У продовольственного отдела супермаркета «Семеновский» Чтобы люди, например, могли купить продукты и помочь нуждающимся Сама ярмарка будет работать 22 и 29 декабря в Духовно-просветительском центре Утром сразу после литургии и до 16 часов Кстати, 22 декабря всех посетителей благотворительной ярмарки ждет концерт воспитанников воскресной школы Затем можно будет посмотреть фильм «Чудотворная икона Богородица» А после попить горячего чаю с пирогами Внимание у котлашан! В пятницу 20 декабря с 14 до 16 часов у МВД России Котловский Пройдет прямая линия по вопросу пенсионного и социального обеспечения граждан, получающих пенсию по линии МВД России На ваши вопросы ответят сотрудники кадрового и правового подразделений полиции В Котловском краеведческом музее открылась футовыставка «Жизненный путь котлашанина» Она приурочена к 70-летию со дня рождения нашего земляка Владимира Петухова Эта фотовыставка посвящена памяти Владимира Петухова Нашего земляка, первого всенародно избранного мэра Нефтьюганска Которого застрелили по пути на работу, потому что отстаивал интересы жителей города 16 декабря ему исполнилось бы 70 лет Котлашане и родные Петухова, вдова Фарида Исламова и сестра Лилия Кокошкина Представители нефтьюганской общественности, делегации Ханты-Мансийской Правительства Архангельской области на минувшей неделе почтили память Владимира Аркадьевича у школы номер один в Лименде Именно в этой школе учился этот выдающийся человек И там два года назад на фасаде установили памятную доску Затем в Лименском ДК состоялась творческая встреча Телемост с нефтьюганском И подписание официального постановления о присвоении одной из улиц Котлоса Имени Владимира Петухова Ну а фото-выставка с фотографиями из личного архива семьи Петуховых Стала еще одним событием в череде памятных мероприятий Выставка посвящена нашему земляку Уроженцу города Котлоса Петухову Владимиру Аркадьевичу Он родился в Котлосе Детство его прошло в Лименде А вся жизнь его связана с нефтегазовой промышленностью И с городом нефтьюганском Этот город стал днем его родным и любимым В развитии этого города он внес очень большой вклад Фотовыставка «Жизненный путь Котлашанина» Будет работать в Котлосском краеведческом музее до 22 декабря Ознакомиться с ее фотоэкспонатами могут все желающие Котлоский дворец культуры приглашает окунуться в удивительную атмосферу ярких 90-х А также увидеть кукол тех лет из коллекции дизайнера ДК Натальи Зотовой В президенции Котоласского открылась выставка в стиле 90-х Начали! Крутим, крутим, крутим! Так! Едва перешагнув порог, ты словно в машине времени переносишься в другой мир Время, когда в каждом фотоальбоме обязательно была фотография с ковром На стенах висели плакаты с Мадонной и Виктором Цоем Ребята играли в Тетрис и выбивали фишки с покемонами А девчонки слушали «Ласковый май» на кассетном магнитофоне И прыгали под звуки белых роз на резинке Кстати, современных детей даже мальчишек заинтересовала эта незамысловатая игра Воспитанники мастерских Центра народного творчества С удовольствием пытались повторить трюки своих мам Весь день прыгать во дворе Мне запомнились плакаты, стол, фотоаппарат, который делает фотки Мгновенно, да? Да А скажи, тебе понравилось на резиночке прыгать? Да, очень Меня эта выставка очень впечатлила А больше всего мне запомнился мультик про Барби Мне нравится Достаточно уютно и атмосферно А что особенно запомнилось? Куклы А чем? Мальчику куклы запомнились? Не знаю, просто их очень много Они появились очень давно, интересно на них посмотреть Коллекцию немецких кукол Штефи несколько лет собирала дизайнер ДК Наталья Зотова А началось все вот с этой очаровательной шатенки Которую за баснословные деньги маленькая Наташа мама купила в детском мире Я помню, что тогда просто в детский мир все ходили как на экскурсию Посередине зала стояла большая стеклянная витрина В ней была выставлена коллекция кукол Куклы были в блестящих коктейльных нарядах, в босоножках, с длинными волосами, с кудрями Очень красивые, безумно дорогие И кому-то из девочек такая кукла досталась, а для кого-то осталась только мечтой И моя коллекция вот как раз началась-то с вот этой вот первой куклы Мне, кстати, такая кукла досталась Я помню, мы с мамой забрали предпоследнюю куклу из магазина И тогда, в то время, моя мама отдала ползарплаты за эту куклу Выставочные залы обновленной резиденции кота оформлены в виде двухкомнатной квартиры По легенде организаторов, здесь живет обычная семья – мама, папа и двое детей Предметы 90-х, которыми обставлены комнаты, специалисты ДК искали по всему городу Чтобы доподлинно передать атмосферу тех лет Экспонаты мы собирали, как говорится, с миру по нитке Каждый, кто что мог, приносили, кто с дачи, кто откуда Очень выручили нас центры Берегиня Они нам дали много экспонатов, костюмы конкретно дали Музыкальные тоже кассеты и все остальное И очень нас этим выручили Если вы хотите окунуться в настроение 90-х Приходите на выставку в Котловский дворец культуры Она будет работать до конца января Записаться на экскурсию можно по телефону, номер которого сейчас на экранах На этом у меня все Далее вас ждет прогноз погоды Новый выпуск новогоднего телепроекта видеопоздравления Фишекультурных мероприятий и телевитрина Хорошего вам настроения, увидимся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А скоро Новый год Радость, счастье он несет Ждут подарков детвора Мы собрали их! Ура! Разработаем, изготовим, установим Салон Добрый день Корпусная и мягкая мебель Кухни, прихожие и детские Все сделаем по вашим размерам Бесплатный проект в 3D Качественная фурнитура и материалы Грамотные консультации Большие скидки на выставочные образцы А при заказе скидки от 10% Рассрочка от магазина, кредит Добрый день! Ваша идея, наша работа Котлас, Невского 38 Торговый центр Невский, второй этаж Подтяжки и шелки Иголки торчат И дырочка в правом боку Езжаться с подарком на елку спешать Подарок ему самому Тебе, Дед Мороз, мы подарок несем Поздравить хотим мы тебя Заходишь ты с радостью в каждый наш дом Мы ждем с нетерпением любя Ты радость приносишь всем людям в земле В деревне и город большой Чтоб праздник все дружно мы встретить могли И чтоб было всем нам хорошо Дед Мороз себе чуть-чуть Загадай чего-нибудь Пусть твой год счастливый, но Будет просто супер клевый Позитивный, стильный, яркий Как под елочкой подарки Свежих суперских идей Славных, сказочных затей Заводных и друзей веселых И эмоций много новых Пусть ты в этот Новый год Станешь в дружный хоровод Будешь с нами танцевать Будешь Новый год встречать Ты лучший дедуля на свете Мы ждали тебя целый год Чтоб ездил ты в новой карете И не боялся мне жгод Веселее тебе желают наш дружный ансамбль Ассортир Будешь проездом в Котлассе В гости к нам заходи С Новым годом Ура! Декабрь Декабрь Время скидок и практичного шопинга В магазине ваша дача и ваш дом Большой выбор посуды, канцелярии И полезных мелочей для уюта и комфорта Домашние питомцы Мечта каждого ребенка Очаровательный зверек Принесет ваш дом радость А золотая рыбка удачу А еще самое время готовиться К новому огородному сезону Постоянное поступление свежих семян Хороших покупок И отличного вам новогоднего настроения Магазин ваша дача и ваш дом Полезные подарки для каждого Новый год приходит к нам И шагает по домам Распевает с нами песни Собирает семьи вместе Год богатым будет Щедрый На удачу и добро Мы желаем, чтобы счастье Новый год ко всем пришло Кто любви ждет, пусть дождется Тот, кто мало, пусть подрастет Каждый день пусть сходит солнце И по кругу пусть идет Каждый пусть найдет под елкой То, о чем мечтал так долго Будет пусть зиме назло В доме и в душе тепло Новый год пускай в ваш дом Счастье уходим и добром Праздник детства, праздник чуда Пусть для всех счастливым будет Пусть царят и там, и тут Доброта, тепло, уют И пусть будет этот год Полурадостных забот Долгожданных вам гостей И хороших новостей Самых добрых перемен С Новым годом, счастьем всем Открываю я двери в шикарные двери Стою и глазам своим просто не верю У них скидка 20% на двери На абсолютно любые двери В компании Шикарные двери Новогодние скидки 20% на все двери Новый год к нам мчится Новый год к нам мчится Скоро все случится Сбудется, что снится Что бедно собланут, ничего не дадут Ждать уже недолго Скоро будет елка Только молотолка Если Дед Морозу песню дети не запоют Привет, с Новым годом! Приходит Новый год к нам И можно свободно ожидать чего угодно Только где носит того седого старика? Мышкин год приходит мышка Пожелает добра детишкам Доброты котам и кошкам И терпимости немножко Чтоб достаточно тепла Чтоб любовь в семье была Покажись нам! Линируй детей! Мы криким Дед Мороз! А-а-а! Снова бы и кот к нам мчится Сеть фирменных магазинов Мясные провинции Поздравляет всех с наступающим Новым годом И приглашает за покупками Мясные провинции Это всегда вкусная И всегда свежая продукция От проверенного производителя Мясной компании «Стрела» Широкий выбор колбас Полуфабрикатов и деликатесов Для всей семьи Обязательно порадуют наших покупателей И в будни, и в праздники Самое выгодное предложение Мы отметили желтыми ценниками Мясные провинции Вкусно дома! Magic moments Memories we've been sharing Magic moments When two hearts are caring We walked in the park We walked in the park Hell hands in the dark The love and the kisses That wonderful time You said you'd be mine Now I call you Mrs. Magic moments Memories we've been sharing This is an oldie Хотите вкусно и недорого Перекусить в обеденный перерыв Провести деловую встречу Семейный вечер И просто погреться За чашечкой ароматного кофе С десертами или пиццей Тогда вас ждут В новом уютном кафе В центре города Днем вам предложат Здесь сытный и вкусный бизнес-ланч А вечером Порадуют разнообразным меню Европейской кухни Цены вас приятно удивят My Cafe Твое кафе в центре города Котлас Маяковского 19А Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А ты уже знаешь Что подарить друзьям и близким На Новый год Еще нет? Тогда лови идею В парфюмерном бутике Esparfum Огромный выбор Парфюма и косметики Высокое качество По доступной цене Более 250 стойких ароматов Уходовая косметика Для лица и тела Подарочные сертификаты Новогодние скидки И сюрпризы Ждем вас ТРЦ столица Второй этаж И с наступающим Новым годом Котлас В мире, где кружится снег шальной Где моря грозят крутой волной Где по долгу добрую Ждем порой мы весь Чтобы было легче в трудный час Очень нужно каждому из нас Очень нужно каждому Знать, что счастье есть Мы желаем счастья вам Счастья в этом мире большом Как солнце по утрам Пусть оно заходит в дом Мы желаем счастья вам И оно должно быть таким Когда ты счастлив сам Счастье поделить другим А ваша принцесса готова к празднику В магазине детской одежды Колокольчик Большой выбор красивых и стильных платьев Гламурных туфель И маскарадных костюмов А для мальчиков Рубашек и брюк Комфортная и современная одежда Так нравится детям А ее качество и актуальные цены Родителям Весь декабрь Новогодние скидки и акции Магазин «Колокольчик» Торговый центр «Адмирал» Третий этаж Звезды Новый год Развесел на веселой елке И медведь сегодня веселой Танцуют волки Снова дед Мару Пошагает по лесным квартирам Леденцами угощает Сливочным пломбиром Пляшут белки Пляшут зайцы Очень рад лесный народ Встретит песни Встретит танцы Новый год А Снегурочка на елку Принесла смешинки И танцуют с нею Польку белые снежинки Хорошо к друзьям Кружиться с песней На пригорке А потом пойти Учиться только на пятерки Пляшут белки Пляшут зайцы Очень рад лесный народ Встретит песни Встретит танцы Новый год В преддверии Нового года Всегда хочется сделать свой дом Более красивым Уютным И комфортным В нашем магазине Вы найдете множество новинок Для создания теплой атмосферы Вашего дома Электрические водонагреватели Теплые полы Фирмы Сталт Трубы И фитинги Для системы отопления Российского производства А для приготовления Удивительно вкусных Новогодних блюд Широкий ассортимент Газовых плит И встраиваемой техники Приглашаем к нам За покупками Магазин Ленина 180 Корпус 2 За зданием Котлас Газсервиса Елочка снова На гости пришла Много подарков С тобой принесла Целый мешок Новогодний за год Много большин Но приятных ломок С ней уйдет С ней уйдет Новый год Смехом и шутками Полон наш дом Все мы опять Собрались за столом Только над городом Оночь пробьет Комнату тихо Незримо войдет Тихо Незримо Тихо Войдет Новый год Он незаметно Пройдет по кабру И вместе с нами Присядет в столу С нами по елкой Водить хоровод С нами стояет И с нами споет Горно-лыжный комплекс Петровский Открывает новый зимний сезон И приглашает отлично провести время Для вас Трассы для сноуборда Горных лыж И катания на ватрушках Прокат оборудования И экипировки Есть уютное кафе И мини-гостиница Принимаются заявки На организацию Спортивных мероприятий И праздничных корпоративов Детских праздников И семейных выходных Проведите время с нами Горно-лыжный комплекс Петровский Ждет вас Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова